Еще в 1995 году технический директор Вильямс Патрик Хэтт сказал, что даже в начале 90-х главной ареной борьбы в Формуле-1 были технологии. Теперь же конструкция автомобилей настолько жестко регламентирована, что единственная область, где можно добиться решающего преимущества – это человеческая. Но есть еще один путь, не очень законный, но оттого не менее привлекательный. История автоспорта богата славными победами и выдающимися триумфами. Зачастую на пути к успеху спортсмены, функционеры и конструкторы не останавливаются ни перед чем. Подлые поступки, обманы разного пошива, тактические уловки тоже имеют место быть, но все это – темы отдельных выпусков. В серии своих новых роликов я буду рассказывать вам о самых виртуозных инженерных ухищрениях в Формуле-1, так называемых читах, созданных благодаря серым зонам регламента. Вообще, я хотел сделать целую подборку с такими уловками, но то невероятное устройство, о котором я хотел бы вам сейчас рассказать, заслуживает на отдельное видео, так как именно эта разработка прервала эру доминирования Феррари и Михаэля Шумахера в начале нулевых, чем громко вписала имена своих создателей в историю мирового автоспорта. Интересно? Тогда поехали! Нельзя сказать, что болиды Рено в начале нулевых были самыми быстрыми. Зачастую они уступали в скорости той же Феррари, Макларен или даже Вильямс. Но вот с управляемостью у Рено дела обстояли явно лучше всех. Новые правила 2005 года подняли нос болидов на 50 мм выше. Поэтому многие команды искусственно занижали их, чтобы сделать переднюю часть все-таки как можно ближе к земле, но из-за этого им также приходилось ставить и более жесткие пружины. А это означало, что при наезде на бугор или кочку болид получал порцию неприятных вертикальных колебаний, дестабилизирующих машину. Однако в Рено разработали хитрейшую инновацию, которую французские инженеры подрезали из архитектуры небоскребов. В них уже давно используются своеобразные маятники-демпферы, которые гасят колебания, будь то землетрясение или страшный ураган. А работают они примерно так, как на этой модели башни Тейбэй-101 из видео. Здание передает энергию вибраций на свободно подвешенный маятник, который принимает колебания на себя, раскачивается в обратном направлении и таким образом успешно их гасит. Вес демпфера масс в Рено, конечно, не небоскребная 660 тонн, а всего 9 килограмм. Но работают они точно по такому же принципу. Друзья, новый сезон Формулы-1 не за горами. Команды уже начали выкатывать свои новые болиды, которые после глобальных изменений в регламенте кардинально отличаются от прошлогодних. А как показывает история, любые подобные революции влекут крайне непредсказуемые последствия в расстановке сил. Вчерашний безоговорочный лидер может уступить место ничем не примечательному коллективу, сумевшему, однако, заставить играть новое правило на себя. Чтобы быть в курсе всех самых свежих новостей Формулы-1 по машинам, гонщикам и происходящим за кулисами королевских гонок, приглашаю всех на лучший русскоязычный новостной ресурс по F1 в Телеграм, канал OneRacing. Ежедневные интервью с гонщиками и представителями команд, статистика гонок и исторические факты, которые помогут вам с головой погрузиться в мир Формулы-1 и очень быстро стать экспертом в этом виде спорта. Переходи по ссылке в описании и подписывайся. Подвеска гоночного автомобиля должна быть настолько жесткой, насколько это возможно. Однако ставшая слишком жесткой подвеска 2005 года буквально разрушала аэродинамику болида, наеден на любую неровность. Это приводило к тому, что автомобиль то и дело подбрасывала то вверх, то вниз с частотой примерно 8-10 раз в секунду. Такие вибрации делали воздушный поток под передним антикрылом крайне нестабильным, отчего прижимная сила значительно снижалась. Как следствие, дестабилизируется сцепление покрышек в процессе преодоления поворота. Пилоту либо необходимо сбросить скорость, пока не стихнут колебания, либо он рискует уйти в незапланированный разворот из-за маленькой прижимной силы. Но на практике случалось вот что. Без погашения вибраций уровень прижимной силы в поворотах мог изменяться в диапазоне от условных 400 до 600 кг в зависимости от положения антикрыла в каждый определенный момент времени. Таким образом, пилоту приходится сбрасывать скорость до таких величин, с которыми машине хватило бы прижимной силы для того, чтобы беспрепятственно преодолеть поворот, и чтобы в момент, когда уровень прижимной силы станет слишком маленьким, автомобиль попросту не сорвало. Поэтому гонщик обычно выбирает скорость, соответствующую нижнему порогу прижимной силы, то есть в нашем примере это те стабильные 400 кг. Именно при таком значении болид успешно повернет. Однако, если задуматься, то среднее значение между 400 и 600 кг это стало быть 500. Но оно достижимо только при условии сглаживания колебаний. Именно это и делал Демпфер Масс Рено. Выравнивал кривую вибрации, гарантируя этим стабильность сцепления с дорогой, и как итог, лучшую управляемость и более быстрое ускорение на выходе с поворотов, что привозило Алонсо огромную уверенность в машине и от 2 до 4 десятых секунды с круга. В зависимости, конечно, от его длины и конфигурации. Устройство противостояло любым вертикальным колебаниям, снижая их негативные эффекты. По сути, это был 9-килограммовый диск, подвешенный между двух пружин внутри носового обтекателя. При наезде на препятствия вроде поребрика, верхняя пружина сжималась первой, так как груз подлетает вверх, но когда автомобиль начинает обратное движение к земле, она разжималась. Внизу эти 9-килограмм встречала нижняя пружина, уже более жесткая, чем верхняя, что, собственно, и сводило на нет все последующие колебания. Но также гашению вибрации помогало и хитрое устройство цилиндра, в котором двигался диск с крайне маленьким и точно выверенным зазором между грузом и герметичными стенками. Сопротивление воздуха в нем тоже успешно поглощало энергию колебаний покрышек, передающихся потом на весь корпус болида. Если конкуренты, в том числе Феррари, которая выиграла к тому времени 6 чемпионских титулов подряд, подпрыгивали при наезде на бордюр, то Рено двигался ровно даже на гравии. В результате французский автомобиль ехал быстрее. Пилот мог острее атаковать поребрики и шиканы, срезать таким образом острые углы, а за счет балласта машина еще и приземлялась на трассу быстрее конкурентов. Но и это еще не все. Демпфермас еще и прекрасно гасил возникающие вертикальные колебания на торможениях и разгонах, а конструкторы могли использовать еще более жесткие пружины для подвески и уменьшить ее ход, что еще больше улучшало аэродинамику и баланс болида Рено. Плюс в 2005 году у французов появился совершенно новый мотор, разработанный отделом Вире. Его переделали под максимально низкий уровень центра тяжести. Он получился очень компактным и мало весел, а выдавал 800 лошадей при 19 тысячах оборотах в минуту, что немного меньше, чем у Мерседес, но при этом расходовалось меньше топлива и требовалось меньше охлаждения. Бак на болиде Рено вмещал только 98 килограмм топлива, а на болиде Макларена, например, целых 106 килограмм. Кстати, болид последних в 2005, да и в 2006 годах был более быстрым, но вот машины Рено оказались вдобавок еще и фантастически надежными, чего никак не скажешь о грозных англичанах. А в руках Алонсо с его совершенно контринтуитивным стилем пилотирования R25 и R26 стали смертоносным оружием. Прыть испанца оказалась настолько недостижима, что в сезоне 2006 в первых девяти гонках его Рено шесть раз приходил к финишу первым, причем последний квартет побед оказался подряд. В остальных трех Алонсо приходил вторым. Многие команды вроде того же Макларен, Феррари и Редбул пытались скопировать уникальную разработку французов, но никто из них так и не смог получить от нее должного преимущества и эффективности. Например, в случае Скудерии их японские передние покрышки Бридж Стоун были слишком широки и жестки, что сводило на нет возможную пользу от внедрения в нос болида аналогичного демпфера. В конце концов, пообщавшись между собой и поняв, что в этой области прогресса ни у кого не намечается, команды подали коллективный протест, и маховик ФИА завертелся. Судьи рассмотрели систему не как отдельный элемент, а как единое целое с носовым обтекателем, что позволило признать Демпфер Масс подвижным аэродинамическим устройством. Случилось это в середине сезона 2006, и тогда срочное изменение конструкции едва не стоило для Рено титула. Хотя, с другой стороны, по такой же логике активной аэродинамической деталью можно было бы назвать и всю подвеску целиком. Как бы то ни было, Шумахер прервал победоносную серию Алонсо на Гран-при США, где пилоты Феррари впервые в сезоне взяли дубль. Победил Михаэль из Поула во Франции, а всего во второй половине чемпионата, не на шутку раззадоренный красный барон, выиграл пять раз и был на пути к восьмому титулу, когда отказавший в Японии двигатель, до этого ни разу не подводивший Феррари на протяжении нескольких сезонов, клубами дыма не проводил Алонсо ко второму чемпионскому званию. Карма вполне возможна. Немного даже напоминает ситуацию 21-го года, когда Макс Ферстаппен, полностью доминировавший в первой части сезона, вырвал чемпионство в последние гонки буквально из рук Льюиса Хэмильтона, болид которого получил значительную прибавку во второй половине чемпионата. Хэм получил ракетный двигатель и уникальный, а главное легальный вариант активной подвески, но все решила воля случая. Впрочем, эту историю я уже рассказывал в своем прошлом выпуске, ссылка в описании и в подсказке вверху экрана. А в 2006-м Федерация объявила Дэмпфер Масс вне закона, несмотря на то, что ранее система ей же была одобрена. По секрету говоря, тогда Рено разрешили установить аналогичную штуку даже в хвостовой части болида. Но, но, но... Интересно, что история устройства, позволяющего поглотить механические колебания, на этом не закончилась. Возможно, вы удивитесь, но в несколько иной интерпретации оно до сих пор живет на болидах Формулы-1. Дело в том, что идея использования некого инерционного дэмпфера родилась еще задолго до появления в болидах Рено, а именно в чертогах британской команды Макларен. Разработку этой инновации тайно вели еще с 2002 года, совместно с Кембриджским университетом под курированием профессора Малклма Смита. Кстати, так называемый Джи Дэмпфер также фигурировал в шпионском скандале Рено Макларен тех лет, но он был слишком мутным и запутанным, поэтому мы не будем лезть в политику. Принципиальное отличие решения Макларен от изобретения Рено заключалось в том, что оно являлось не независимым устройством, а все же выступало именно частью подвески, а значит формально никак не влияло на аэродинамику. Еще одним важным отличием служила значительно меньшая масса устройства – около 3 кг против 9. Это не только упрощало установку в носовой и хвостовой частях болида, но и развеивало некоторые страхи относительно безопасности пилота в случае аварии. С учетом этих обстоятельств Джи Дэмпфер был признан соответствующим техническому регламенту и, по моей информации, используется командами и по настоящее время. Например, он точно был одним из секретов зеркального MP4-23, принесшего Льюису Хэмильтону первое чемпионство в 2008 году. Инерционный дэмпфер представлял собой некий амортизатор, имеющий крепление с обоих концов и маховик. Поступательная с обоих концов энергия амортизатора преобразуется во вращательную энергию маховика, который создает противодействие, пропорциональное ускорению концов амортизатора относительно друг друга. Такое незамысловатое решение также не давало машине раскачиваться, позволяло улучшить сцепление колес с трассой и улучшить управляемость. Что ж, если тебе интересны такие выпуски, то пиши комментарий про свое любимое изобретение в Формуле 1, и возможно следующая серия будет посвящена именно ему. Также не забывай поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг еще не сделал этого. Ну и спасибо, что досмотрели до конца. До скорого!